Не знаю, почему она получилась, а изначально меня подтолкнуло на это стихотворение Веры Авдеевой, вот этот московский поэт, на которой я спою еще песенку, а может быть и не одну, с которой я просто знаком. Поэтому она моего возраста совершенно, и ей очень понравилось, что я обратил внимание на ее стихи, и продолжает, или по крайней мере, когда я жил в Москве, а сейчас я вот уже где-то больше чем полгода живу, опять вернулся в Калининград, она мне присылала свои новые стихи и обращала внимание на ее публикации в интернете. Вот сейчас эта связь прервалась, потому что, к сожалению, на новом месте пока у меня еще нет интернета. Вот, так что это пока только телефонная связь, что-то достаточно здорово. Она мне показала, вот тут мои завтра друзья собираются в Абрамцевом, да. Я не знаю, она съездила в какую-то подмосковную, значит, усадьбу, ну, это было, наверное, ну, осеннее было, осеннее было время. И как она там, значит, о том, как она там прекрасно провела время, как она гуляла, значит, по аллеям вот этого прекрасного парка, как ограда чугунная там была, значит, кругом все это, там какие-то обороны, галки, лужи, там, в общем, все было, все нормально. Но я почему-то так, как всегда, прицепился вот к ограде, что-то мне в ограде не понравилось. И я всегда вот уже, пардон, в чем есть, так сказать, ущерб вот такого потребителя поэзии, как я, это в том, что я уже сразу начинаю примерять ее вот к какой-то песне. Если я вдруг получаю что-то свое, значит, мне начинают какие-то шероховаться и выползать, и я, значит, пытаюсь, как бы я это сделал, да. Потом что-то я говорю, может быть, она и согласится, ну, только передел. Да, и так уже было я, но она каким образом согласовалась, соглашалась? Это будет песенный вариант, так сказать, она там у себя ничего исправлять не будет. Вот, ну ладно. Итак, мы несколько раз переговорили по телефону, я читал, она была достаточно сильно удивлена тем, что я, как я повернул эти события, вот, и сказал, ну, конечно, это по моему стихотворению, это, конечно, это, конечно, не я. Тем более мысль такая мне в голову прийти не могла никогда. А вот мне пришло. Вот Ева, старая в районе, Масшедшая дыру в забор, Логитель давнюю свою Стоит одна с тоской В обзоре и сразу видит, Как он мал, Бесперспективен и убор, Что он давно Передел. И сколь надуман был Предлог Ее изгнания. К тому же К дерево познания Всего-то фикус Топольский Отлод Незрелый фрукт Заморский Который В голодный год Гельминт Сомнения Не шреп Но главный Ее сосед Что из пустов Следит за ней Виновник всех Житейских Бед Морщинистый Без зубы Лысый Он Здесь по-прежнему Прописан Нету Ножи Тяжеленье Чем время Старческих Прозренье О, Ева Молодость Без детства Без ласки Материнских Рук Потом Как вечный Недосуг Когда весь мир Твое Наследство Я Постылевший Супру Неужто Не найдется Средства Неужто Время Не пришло Принять Голубку Под крылом О, Ева О, природная Дочь Иди-ка ты Отсюда Прочь Не жди сигнала Петуха Ступай Подальше Греха Спасибо 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 Вот такой вот